Вы знаете, все мои контакты со спортсменами, самые разные уровни, в том числе и очень высокого, заставляют меня сделать печальный вывод. Они абсолютно зависимы. Зависимы от чиновников спортивных, которые на них делают деньги, которые на них делают карьеры, которые на них делают всю свою жизнь. То есть это фактически рабы. И заострять внимание на самих спортсменах, которые 23 с половиной часа в сутки занимаются единственным совершенствованием своих данных, которые позволяют им достичь, какие были результаты. Вот обвинять их в том, что им еще и при этом говорят, не употребишь, не поедешь, не употребишь, не получишь, не употребишь, мы тебя не включим там никуда, ни в какую сборную и так далее. Вот надо с этого начинать. Во всей этой истории остриеок, как мне кажется, журналистских расследований и негодования должно быть направлено на спортивных и околоспортивных чиновников. Перестаньте, как говорил наш и говорит великий премьер, перестаньте, что-то он говорил про бизнес, кошмарить бизнес. Вот перестаньте кошмарить спортсменов. Я не то, чтобы, так сказать, совсем их обеляю, я говорю лишь о том, что они не стоят перед выбором принимать, либо не принимать. Они стоят перед выбором, я состоюсь как спортсмен, я буду выступать, в том числе на Олимпиаде, либо нет. Вот какая у них альтернатива жесточайшая. А если учесть, что они редко, редко бывают просто, так сказать, образованными и редко бывают, так сказать, как бы мудрыми людьми, не скажу умными, да. Ну, спортсмены, понятно, им некогда там учиться, некогда заниматься, некогда читать и так далее, и так далее. Тоже понятно это все. То вот мы живем в неком информационном пространстве, мы можем анализировать его, мы можем делать какие-то выводы, а им просто не до этого, да и мозгов не очень хватает. Они просто принимают то, что им дают, то, что им дают не только на ложечке или там стаканчики, а то, что им дают еще и с телевизионного экрана и так далее, и так далее. Это рабы. И вот как к рабам к ним нужно относиться, их надо жалеть.